Доброй ночи, ребята, меня зовут Богатищий Ди. В этом внеплановом видео, которых в последнее время что-то многовато, я отвечу на часто задаваемый мне вопрос. Неужели биткоину пришёл конец? Это конец биткоина? Почему рынок так ощущается, будто биткоину действительно пришёл армагедец? Что ж, сегодня я отвечу на этот вопрос. Кроме того, я хочу, чтобы это видео воспринималось больше как послание всем журналистам и СМИ этого грешного мира. Это мой крик души, который адресован им, и надеюсь, они это видео увидят. Досмотрев видео, вы поймёте, почему они должны это сделать. А здесь могло бы быть моё интро. Ну что ж, ночь просто ужасная. Биткоин минус 40%, эфириум минус 42%, XRP минус 33%. Практически вся криптовалюта потеряла от 35 до 50%. Почему же альткоины так сыпятся? Конечно же, вслед за биткоином, который показал огромную красную свечу на дневном графике. От почти 8 тысяч долларов до 4,5 тысяч долларов. Это серьёзная заявка на успех, но я почему-то спокоен как удав. Хотя 4,5 тысяч – это очень близко к той цене, которая для меня критическая. А это 3600 долларов. Теперь, почему же это происходит? Очевидно, что в том числе и из-за страха перед кармином, который распространяется по миру. Я думаю, вокруг этой темы очень много дезинформации и отсутствия перспективы. Люди напуганы. Люди в ужасе. Если мы посмотрим на индекс страха и жадности, мы видим, что он находится на годовых низах, на отметках экстремального страха. Это касается не только биткоина и криптовалюты. Настроение рынков по всему миру точно такое же. Люди боятся всего. Карабируса, краха биткоина, падение S&P 500, падение золота даже. Да, оно тоже падает. Хотя, кстати говоря, не так уж и сильно. Пока что. Тем не менее, от страха все сходят с ума. Потому что люди — это эмоциональные создания, которые иногда забывают перевести дыхание и посмотреть на перспективу. Взглянуть на одни и те же вещи под разными углами. Итак, карабирус признан пандемией. Это означает, что он заражает весь мир. Но сейчас я показываю вам перспективу. Нечто совершенно другое. Ведь по новостям каждый новый день вам рассказывают, что это страшно. Это смертельно. Люди погибают. И я крайне не хочу перечислять людские жертвы обычными математическими цифрами. Потому что за каждой цифрой скрываются человеческие жизни, которые нужно уважать. Но посмотрите на это. Мне будет очень неприятно это говорить. Но это необходимо. Не так уж и много людей умирает. Да, это звучит равнодушно, но я просто пытаюсь дать вам реалистичную перспективу. Есть другие болезни, которые убивают тысячи людей в день. Как, например, туберкулез, гепатит, пневмония, спид, малярия и так далее. У меня возникает логичный вопрос. А может, они обеспокоены карабусом, потому что он больше поражает богатые нации, в отличие от бедных? Ведь большинство из самых смертельных в этом списке заболеваний, туберкулез, гепатит, пневмония и спид, чаще поражают более бедные нации. Карабус, напротив, поразил в первую очередь Китай, Японию, Италию, США, Германию, Францию, все эти богатые нации. Все дело в этих 56 жертвах в день представителей богатых наций? А как насчет тысяч жертв в день представителей бедных наций? Лично для меня это не имеет никакого смысла. Мне просто взрывает мозг, когда я пытаюсь понять, а почему людей так волнует ка**. Просто посмотрите на это, обычный сезонный грипп, который является частью нашей жизни и несколько раз в год приходит в гости, убивает более тысячи человек в день. Это в 20 раз больше коронавируса. Поэтому я не понимаю, почему так много страха из-за этого. Но тем не менее, страх вызывает панику, а паника – дичайшие распродажи на абсолютно всех рынках. Но! Вот почему вам не стоит так бояться. Это график биткоина в паре с долларом. Вы спросите, а что это за график-то такой? Да это обычный график, только инвертированный. Ну и я поставил четырехчасовые свечи. Как вы видите, получился самый что ни есть параболический рост. А зачем я вам это показываю? Вы точно знаете, чем заканчивается параболический рост. Не так ли? После параболического роста цена всегда разворачивается и падает вниз. Как, например, здесь. Или вот здесь. Много есть примеров. Так вот, когда происходит наоборот, не параболический рост, а параболическое падение, что мы знаем? Что оно тоже закончится. Но не падением, как в случае с параболическим ростом, а ростом. Параболический рост заканчивается падением. Параболическое падение заканчивается ростом. Так почему же люди так напуганы? Потому что не умеют в состоянии паники видеть перспективу. Не могут взглянуть на ситуацию под другим углом, чтобы увидеть, что это не конец света. Да, вещи могут стать куда хуже. Биткоин может упасть до 3000 долларов, например, на 3900 и 3200. У него сильные поддержки. Почему бы не потестировать их? А потом еще и на 1000 сходить? Это конец биткоина? Да нет. Как технология он жив и жив будет. Это конец света? Да нет. Свет как есть, так и будет. Почему мир в ожидании апокалипсиса? Это все новостные компании. Им нужен журнализм, да сенсационный, а не простой. Зачем? Да чтобы зарабатывать деньги. Это то, чем они на самом деле занимаются. Они просто пытаются заработать как можно больше. Они понимают, что страхи сенсации привлекают и удерживают внимание. Что, безусловно, помогает им заработать больше. А вот если бы они сказали так... Здравствуйте, в эфире новости. Ко***** убивает 56 людей в день. Но знаете что? Обычный сезонный грипп убивает 1000 людей в день, а туберкулез 3000. Звучит уже совсем не так сенсационно, не так ли? И совсем не так страшно. Меня зовут Богатейший Ди. И у меня просто накипело. Это крик моей души. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Обязательно богатейте. До скорого. А я пошел спать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова